Приветик, мои дорогие! Рада видеть вас у себя на канале! И нет, я никуда не пропала! Я сейчас нахожусь просто в Киеве, и дорога сюда заняла много времени, и первые дни, когда я сюда приехала, я просто отдыхала, отходила после этой тяжёлой дороги, и принимала сеансы шоппинг-терапии также. Но вам, к сожалению, я не снимала то, что я покупала, и поэтому, если хотите, по приезду домой могу сделать вам холл о всех моих покупочках. Ну что, у меня также есть для вас небольшие новости. Вчера мы ездили в турагентство и купили себе путёвку на отдых, и сегодня ночью мы уже улетаем на море. А куда именно, вы узнаете в следующих влогах. Но об этом мы с вами отправляемся на киевский шоппинг, потому что, как я уже сказала, сегодня ночью мы улетаем, и мне нужно сделать много-много разных покупочек. Я планирую себе купить много одежды, я себе планирую купить много всего для отдыха, а также у меня же скоро появляется щенок, и когда я приеду домой, в этот же день я его забираю. И поэтому сейчас я хочу сделать последние покупочки к его появлению. Так что всё, у нас сегодня будет с вами очень насыщенное видео. Погнали! И, кстати, в шляпе я здесь, потому что здесь на улице 34 градуса жары. Представляете, у нас дома каждый день до этого лили дожди. А здесь так жарко, что я боюсь не то, что загореть перед морем, я боюсь здесь сгореть. Поэтому приходится носить шляпку. А я только что вернулась с почты, где меня ждали много разных посылочек. В одной из них был корм, который я купила для своего щеночка, и остальные две посылочки, это были сайхерба. И я ещё не знаю, что в них, поэтому предлагаю вместе пойти и распаковать. Итак, вот я только с новой почты. Наши посылочки. Корм для моего щеночка вы уже увидели. А здесь по большей части витамины. И решила вам их показать, потому что после одного видео, где я вам их показывала, было много вопросов, какие я пью, где мы заказываем. Вот все витаминчики у нас сайхерба. И сейчас покажу, какие мы пьём. Ну что, здесь маленькая посылочка. Я её уже надрезала, но слегка заглянула. Итак, первое, это у нас вот такие леденцы. Их многие хвалят, именно такие айхербовские. И мы вот решили попробовать тоже. Я вот сюда их положу. Так, здесь посылочка для моего щеночка, по большей части. Вот такие вот витамины для моей собаки. Кому интересно витамин для собаки, берите на заметочку. Так, здесь я заказала своему песику ножницы. Буду его стричь. Будет грунер Ева. Спрей для расчесывания. Тоже для груминга. Так, это не для собаки. Это какие-то витамины. Не знаю, какие, но... Если заказали, то хорошие. Можете почитать. Так, это мои витаминчики уже ежедневные. Очень хорошие. А вот это водичка, чтобы протирать глаза щеночку. Так, с первой посылочкой мы закончили. Здесь, по большей части, было все для моего персика. Ее откладываем и переходим к самому интересному, к большой посылочке. Итак, открываем. Та-да-да-дам! Может сложиться впечатление, что мы какие-то больные люди. Столько много витаминов. Ну нет, мы просто берем на запас, так как, когда у меня появится щеночек, мы в Киев в ближайшее время ездить не будем. И вот решили сразу много заказать. Итак, покажу вам сначала. Это вот такие вот желейные мишки для Давидика. Мы их заказали. Здесь их три банки. Все практически одинаковые. Вот там такие мишки. Очень вкусные и полезные. Омега-3. Тоже большая банка. Очень советую. Так. Это витамин Д3. Такое. Две баночки. Дальше. Это витамины для детей. Также Д3. Это у нас омега-3, но уже поменьше баночка. И у нас сказывалось две банки. Это те же витаминки, что были и в другой посылке. Не знаю вообще, что это. А нет, это вроде другие. Немного иначе они выглядят. Но я не знаю, что это, поэтому рассказывать не буду. И последнее. Самая маленькая баночка. Это маленький Д3. Тут еще что-то есть. Такой куклярчик. А, это для чистки лица. Я вспомнила наборчик. Ну что, вот все наши коробочки. Это был такой экспресс-обзорчик. Надеюсь, вам понравилось. А мы отправляемся на шопинг. Сейчас мы уже едем в торговый центр, но по пути заедем еще в одно место, чтобы забрать одну вещь, о которой я очень давно мечтала. У нас в машине появился новый пассажир. Вот в этом пакетике находится моя отселка. И сейчас давайте вам ее покажу. Друзья, сейчас хочу вам похвастаться своей покупочкой. Я себе купила новый телефон. И сейчас уже приехала в магазин. Буду клеить на него стекло. И подберу к нему чехол какой-то классный. Но я сперва вам покажу. Также я взяла вот такой блок питания. К нему в комплект. Итак, вот. Это iPhone 12 Pro Max. Угадайте, какого цвета. Ой, мне так всегда нравится распаковывать новые телефоны. Все такое. Давайте. Пленочкой. Как это все красиво. Убираю. Вау. Смотрите. Посмотрите, какая красота. Он матовый и синий. Мне очень нравится этот цвет. Вообще телефон бомба. Вау. Достаем. Так, ну тут в комплекте уже идет только проводочек. Поэтому блок питания и покупала. Вау. Вау. Посмотрите, какая красота. Как все красиво, элегантно. Давайте вот так вот снимем сейчас пленочку. Оп. Боже. Какая красота. Какая красота. Какая красота. Какая красота. Вы посмотрите. Алло. Мне подходит? И я решила взять тебе вот такой яркий, радужный. Он очень летний. Мне кажется, просто идеально подходит под этот сезон. Мне очень нравится. Так что я очень довольна. Идем уже обратно в машину. Кстати, вот что происходит с девушкой, когда она не может выбрать, какой цвет ей нравится. Это вы можете заметить по моему маникюру и по моему новому чехлу. Также, когда я уже ехала в машине, решила посмотреть комплект телефона и увидела, что тут только одно яблочко. Одно, представляете? Вот с жадиной. Не положили одно яблочко. Ну и также такой адаптер USB-C. Я вам его уже показывала. Теперь у меня будет очень быстрая зарядка. Для меня это очень важно. Такой красивенький, беленький, новенький. Я очень рада. А мы уже приехали в лавину. На входе увидела один магазин, куда я раньше никогда не заходила. А сейчас он мне просто необходим. Так что давайте пойдем и посмотрим, что здесь есть интересного. Первое, что мне просилось в глаза, это большое количество красивых лежанок. Так что давайте выбирать. Мне очень понравилась такая розовая. Она вообще такая классная. Материал очень приятный. Цены вы видите в гривнах. Сейчас, кстати, они достаточно нормальные. Потому что я видела на онлайн-сайтах, на онлайн-зоу-магазинах, там самые обычные лежанки, некрасивые, стоят от 1000 гривен. Так что здесь я была вообще удивлена таким, можно сказать, низким ценам. Лежанки мне все здесь очень понравились. Но первые две больше всего. Я еще долго думала, какого цвета я хочу себе. Розового или зеленого. Кстати, такая лежанка тоже мне понравилась. Классная. Для моего щенка, шпица, нужна какая-то лежанка из такого холодного материала. Потому что в пушистых он просто не будет лежать, ему будет жарко. Много разных игрушек в этом зоомагазине оказалось. Так что я еще посмотрела, выбирала. Уже потом все свои покупочки покажу вам в отдельном видео, где буду уже делать обзор всего, что я купила для своего щеночка. Но на самом деле ассортимент здесь достаточно прикольный. Даже такой бегемот, смотрите. Очень смешной. Вообще здесь много разных прикольных игрушек, и мне прям было сложно выбирать. Но я больше сосредоточилась на лежанке. Я стояла и, наверное, полчаса не могла определиться с цветом. Мне, с одной стороны, очень нравился розовый, а с другой стороны, вон тот цвет Тиффани просто шикарный. Но все-таки решила взять зелененькую, потому что он у меня все-таки мальчик. И думаю, салатовая ему подойдет больше. Мои коты очень любят играться с разными удочками. Мне понравилась такая с единорогом. Первый раз такую увидела смешную. Ну и смотрела миски, но не нашла. Мне понравились две на подставке, но они были такие большие, просто как бассейн для моего щенка. А со своей новой покупочкой отправляюсь в Ашан. Быстренько решила туда забежать за небольшой покупкой для, опять же, своего щенка. Мне были нужны пеленки, так что я быстренько их купила. Тоже такая небольшая зоопокупка. Ну а уже отправляемся в сам Лавинобмол ходить по магазинам. Погнали! Первый на моем пути это был магазин Крок. Туда зашла посмотреть какие-то яркие, красивые футболки. Так что давайте посмотрим, найдем ли мы что-нибудь себе в этот раз. Вообще, я люблю этот магазин. Тут всегда много всего яркого, прикольного. А особенно люблю покупать что-то на мужском отделе, потому что оно у них прикольнее. У них ярче футболки. Я себе обычно беру в самом большом размере и ношу или как платье, или могу комбинировать с какими-то велосипедками прикольными. Но в этот раз себе ничего здесь не нашла. Вообще, сегодня буду так немного снимать на шопинге, потому что хочу потом сделать холл со своими покупочками, где уже потом все вам подробно расскажу. В Нью-Йоркере увидела такие маски. Они были по скидкам, так что взяла целых две штуки, две пачки. Вообще, сейчас это нужный аксессуар. Взяла разных цветов, чтобы были под все луки. Отправляемся дальше. В Интертопе увидела такой прикольный рюкзак. И он мне сразу напомнил переноски для собак и кошек, которые я вам недавно показывала. И, в принципе, этот может служить переноской для хомяка, если захотите. Ладно, это все шутки. А в Интертопе, само, мне понравились очень такие буфало. Люблю эту обувь. У меня есть в разных цветах, на разных платформах вот эти бежевые просто, ну, шикарные. Так что мы себе их тоже взяли. Следующий магазин, куда я отправилась, это была Zara. Вообще, я не очень люблю торговый центр Лавина. И не очень люблю здесь Zara, потому что здесь самый маленький выбор, как по мне. И практически никогда нет нужных размеров. Так случилось и в этот раз. Правда, я не знаю, почему я себе ничего не купила. Из-за того, что я обычно здесь ничего не нахожу. Или из-за того, что я узнала, что с завтрашнего дня начинаются скидки. Вообще, мне понравились эти шорты, но не было нужного размера. Ну, как обычно. И также эти туфли. Я вам их когда-то показывала, но этот размер на меня большой. Если найду свой, обязательно возьму. Они мне прям в душу запали. На мужской Zara тоже присмотрели себе некоторые вещи, но не было размеров. И нам посоветовали съездить в Sky Mall, где они были в наличии. Так что, возможно, наш влог затянется и на завтрашний день, если мы туда сегодня не успеем. А вообще, мы уже сильно все проголодались, поэтому побежали на фудкорт. Как всегда, заказали и KFC, и McDonald's. Вы знаете, что мы любим это все совмещать. А еще увидела там новый магазин с пончиками. И мне так захотелось какое-то попробовать. Так что я стояла, выбирала. Они тут все очень яркие, красивые. Даже смотрите, с какими мордашками и смешными. И выбрала себе розовый пончик сверху с маршмеллоу. Он выглядит очень мило. И он безумно вкусный. Вот нам принесли наш заказ. Как всегда, крылышки KFC. Они нам очень нравятся. Ну, а также себе я заказала вот такие снеки. Это креветки. Просто подсела на них в последнее время и милкшейк. Также, пока ела, заметила, что напротив меня находится магазин Miniso. И думаю, когда доем, обязательно туда схожу. Ну что, давайте посмотрим, что здесь есть новенького и интересного. Так, первое, что мне бросилось в глаза, это такие стаканы. С их фирменными мишками. Очень прикольные. Есть желтые, розовые и голубые. Стаканчики красивые. А крышка у них вообще произведение искусства. Стоит 219 гривен. Ну, а вообще в Miniso я зашла из-за золого дела. Потому что я хочу посмотреть что-то своему щеночку. Цены вы все прекрасно видите. Здесь мне понравился такой бургер. Очень прикольный. Напротив как раз Макдональдс мы только что ели. И вот вдохновленная хотела взять такой бургер. Но потом подумала, что он будет слишком большой для моего щенка. Также по скидке есть такие новые игрушки Marvel. И я как фанат, как я могла не взять какую-то из этих игрушек. Тут есть и Железный Человек, и Щит Капитана Америка, и вот Спайдермен вы видите. Так что сейчас буду выбирать. Больше всего мне понравился Щит и Человек-паук. Даже и не знаю, кого взять. Они еще пищат прикольно. Ну и в итоге я себе взяла Щит Капитана Америки. Выбрала игрушку для своего щенка, а потом зашла на отдел с игрушками для себя. И просто была в шоке. Тут такой большой новый завоз игрушек. И просто все новые. И все такие милые. Так что мне всех захотелось взять. Мне всех захотелось купить. И вот я хочу уже быстрее сбежать с этого отдела. Потому что у меня в комнате уже и так очень много игрушек. Мне их уже девать некуда. Но если отсюда не выйдет, то моя комната скоро будет выглядеть примерно вот так. Так что давайте быстрее на кассу. В этот раз на шоппинге я очень устала. Уже просто сижу в магазинах никакая. Уже у меня отваливаются ноги. Пропал весь энтузиазм к покупкам. Так что я уже просто хочу быстрее уехать домой. Сейчас мы, кстати, находимся в Вайкике. Выбираем себе шлепки на пляж. Выбрали такие розово-белые с авокадом. Мне кажется, прикольно. Также сделали еще несколько покупочек. Ну и сейчас отправляемся в последний магазин на сегодня. Это будет зоомагазин. Мастер зоом. Он очень большой. Так что давайте пойдем посмотрим, что здесь есть. Давайте в последний рывок. Когда я зашла, мне понравилась такая лежанка. Но мне кажется, щенку будет неудобно туда запрыгивать. Так, давайте смотреть ассортимент, который здесь есть. Мне понравились такие дождевички. Первые, которые я сейчас держу в руках, это желеточки. А вот вторые, красные и зеленые, как раз то, что мне нужно. Правда, не было размера на моего щенка. Но давайте посмотрим, что здесь есть еще. Огромный стеллаж с игрушками, рядом с которым я просто зависла. И просто, мне кажется, сто лет убирала, какие игрушки взять своему щенку. Магазин достаточно большой. Большой выбор. Здесь я купила себе много-много всего. Здесь есть даже такой шоколад для собак прикольный. Много лакомств. Правда, я думаю, лакомства мне не сильно нужны, так как у нас они тоже в избытке. Также такие развивающие игрушки для собак и кошек. Даже печенье есть для собак, представляете? В общем, сейчас буду выбирать. Уже следующий день бегу в Зару. Как вы понимаете, вчера я уже никуда не успела. Но сегодня в магазинах скидки и готова покупать много-много всего. Мерю такую жилеточку. Сомневалась насчет нее, потому что она достаточно теплая, а фасон летний. Но все-таки решила взять. Также вчера сидела в онлайн-магазине Зары. Присмотрела себе много разных вещей, так что сегодня будем ходить и искать. Посмотрите, какой прикольный боди. Он яркий, с такими веселыми крылышками. Но я его все-таки решила не брать. Кстати, помните вчерашние шорты с Зары, которые мне понравились? Я их сегодня нашла и уже стояла на кассе. Покупала все свои вещи. Как оттуда увидела одно платье, которое мне понравилось. А когда подошла ближе и посмотрела на него, просто влюбилась. Посмотрите, какое классное. Так что я быстро взяла вешалку и побежала в примерочную. Кстати, хотите лайфхак? Чтоб не стоять в женскую примерочную, просто час в очереди, бегите в мужскую. Там классный, большой примерочный. И нет ни одного человека. Так что вы спокойно все померите. Очень красивое платье с жемчугом. И правда забыла снять, как оно мне смотрится. Но поверьте, очень-очень классно. На отдыхе увидите. И взяла в Заре также под него базовую, самую обычную белую футболку. Так что пришлось стоять в очереди на кассе второй раз. Хожу сейчас по магазину. Мои родители куда-то зашли. Я пытаюсь их найти, но что-то где-то заблудилось. Но правда, смотрите, что нашла. Лаш. Магазинчик с моти. Ужас. Меня уже, знаете, на каком-то ментальном уровне тянет к всему приятному, к всему хорошенькому. Вон там украшения. Вот сейчас зайду в магазин NYX по пути. Ой, как хорошо я зашла. А там, похоже, в конце, в самом-самом конце, на этом этаже, мои родители. Ну что? NYX! Своих родителей я нашла в магазине Манго. Так что пойдемте и посмотрим кое-что и себе. А мне там понравилось два платья. Так что давайте я вам их сейчас покажу. Первое платье это в такой цветочек. А второе зеленое. Зеленое мне нравится немного больше, поэтому давайте именно его и померяем. В Манго на вешалках очень прикольные силиконовые вставки. Я тоже хочу себе такие купить на некоторые тремпеля. Ну а вот так выглядит платье. Давайте посмотрим его поближе. У него очень приятная ткань. И такая интересная текстура. Оно как будто все помятое. И очень такой приятный, пастельный, нежный, освежающий зеленый цвет. И платье, мне кажется, оно очень мило выглядит. И я люблю носить летом платье, такого свободного кроя. Мне кажется, это классно смотрится. И они, как по мне, самые удобные. Ну а на этом все. Манго на сегодня это был последний магазин. Спасибо, что были сегодня со мной на шопинге. Скоро у меня будет много классных видео с отпуском. Так что не пропускайте. Ну а на сегодня все. Я вас всех очень сильно люблю. Целую. Всем пока-пока. До встречи в следующем видео. До встречи в следующем видео.